Я хочу сказать следующее. Мы должны вот эту часть понять, что весь мир так развивался. Ну, вспомните Европу. В 20 веке, в начале 20 века, практически вся Европа, почти вся Европа была диктаторская. Германия была кайзеровская, австровенгерская империя. Ну, и там масса всяких государств, где были короли, цари и так далее. После Второй мировой войны все поменялось. Эти страны начали развиваться по демократическому пути. И сейчас лучшее, что есть в мире, это именно демократических странах. Лучшее. Весь мир пробивает границы, прорывается в Европу, пробивается в Америку. И вы прекрасно понимаете, почему. Потому что там лучше жить. Но мы не можем всей страной куда-то уехать. Нас там не примут, нас там не ждут. Мы можем построить все это в нашей стране. И пример южнокорейцев или каких-то других стран показывает, что да, в какой-то период существует стагнация, неверие в свои силы. В итоге нация объединяется. И мы тоже сможем. И примеров в мире много. Я сейчас именно в этой связи хотел выступить и сказать, не ругайте себя, не ругайте свою нацию. Мы такие же сильные. Как только мы освободимся от режима Назарбаева, мы построим действительно крутую страну. Потому что мы можем. Я опять же хочу привести пример своего банка. Когда многотысячный коллектив начал думать над тем, что мы должны стать номер один в мире, мы действительно стремительно стали развиваться. Люди были мотивированы. Я считаю, что вот эта цель стать сильным государством, быть успешными гражданами нашей страны, это высокая цель, которую мы в состоянии реализовать. Поэтому, уважаемые друзья, мы вас призываем выйти на митинг 20 ноября в 12 часов дня по местному времени по всему Казахстану. Мы должны объединиться, объединить все требования. Матери, дальнебойщики, автомобилисты. Я сегодня видел, что автомобилисты какую-то петицию двигают. Ребята, это все бесполезно. Это все бесполезно. Какие-то петиции. Здесь мы можем изменить только тогда, когда полностью сменим режим. Вот, ребята, смотрите. Вся вот эта шобла автобуса, она едет за нами. Но они не могут нас закрыть. Потому что нас слишком много. А их слишком мало. Когда на улице выйдет десятки тысяч, они просто исчезнут. Они растворятся среди нас. Потому что они такие же люди. которые живут на нищенской зарплате.